Урок 27. Задача первая. Выполните умножение дробей. Давайте запишем единую дробную черту. Наверху множители, числители, внизу знаменатели этих дробей. Можно сократить на 5, на а в квадрате и на с в кубе. Что получится? Числитель а в квадрате bc, знаменатель 2. Задача вторая. Выполните деление дробей. Разделить на дробь а, числитель, знаменатель 14bc, это все равно, что умножить на обратную. Обратная, у которой числитель 14bc, а знаменатель а. Так, давайте домножим числитель на 14bc, а знаменатель домножим на а. Можно сократить на 7, здесь будет 2. Можно сократить на b и на а. Ответ 12ac. Задача третья. Выполните действие. Надо перемножить две алгебраические дроби. Следует заметить, что это разность квадратов. 4 – это 2 в квадрате. Значит, можно разложить по формуле разность квадратов на два множителя. 2 минус а умножить на 2 плюс а. Затем сократить вот эту дробь на 2 минус а на b в кубе. И получится дробь, у которой числитель b, а знаменатель 4 умножить на а плюс 2. Задача четвертая. Выполните действие и найдите значение данного выражения, если а равно минус 1. Сначала надо выполнить деление. Разделить вот на эту дробь – это все равно, что умножить на обратную. То есть в числитель пойдет 25 минус а квадрат, а в знаменатель – а минус 4. Обратите внимание, вот здесь после вынесения множителя а за скобки будет а минус 5, а здесь после разложения по формуле разность квадратов будет 5 минус а. То есть надо вынести минус, поставить его перед дробью, и тогда поменять знаки в этом выражении. То есть будет тогда а квадрат минус 25. А а квадрат минус 25 можно представить в виде произведения двух множителей. И тогда можно будет сократить на а минус 5. Затем можно сократить на а минус 4. Так, что получилось? Получилась вот такая дробь. Минус числитель а плюс 4 умножается на а плюс 5. Знаменатель а. А теперь надо вместо а подставить минус 1. Найти значение числового выражения. Получится 12. Ответ 12. Задача пятая. Решите уравнение. Надо прежде всего привести дроби к общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель 15. Значит, здесь дополнительный множитель будет 3. Здесь 5. Здесь тоже 5. А там, где целое число, дополнительный множитель 15. То есть число 2 представим в виде дроби. Это будет 30 пятнадцатых. Так как знаменатели одинаковые, и слева, и справа, их можно отбросить и выполнить действия с числителями. Получится вот такое уравнение. Надо раскрыть скобки, упростить. Получится минус х минус 74. Разделить обе части равенства на минус 1. Значит, х равен 74. Таков ответ.